Всем привет! Сегодня уже 15 мая, воскресенье, Московская область. В понедельник я уезжаю на 10 дней, поэтому перед отъездом решила снять теплицы, показать, что растет, как я за этим ухаживаю. Эта теплица перечная, огуречная. Две крайние грядки у меня засажены сладким перцем, посередине высажены огурцы. Рассада выглядит довольно-таки неплохо. Вся практически цветет, на некоторых уже образуются перчинки. Перцы я особо так не посынкую, но вот этот так называемый коронный цветок, который вырастает на развилке, я убираю, потому что уже заметила, что если не убрать, то перчинки хуже завязываются, поэтому я всегда его стараюсь убрать. Вот как раз здесь не убран, вот развилка, и вот он перчик. Видите, уже даже перчинка завязалась. Вот я его убираю. Лучше это сделать, конечно, пораньше. Замульчированы у меня грядки. Это перепревшая конская подстилка. Это двухлетняя уже подстилка. Лучше, конечно, мульчировать отлежавшаяся конская подстилка, чтобы она была не свежая. И сверху я уже замульчировала скошенной травой. То есть вчера вечером покосили, трава подвяла, и сегодня утром я разложила тонким слоем. Вот если я тонким слоем раскладываю, то я бактериями не проливаю. Если слой толстый, то нужно проливать бактериями, чтобы не было вот этих гнилостных процессов, чтобы трава не гнила, а работала. Поэтому нужны бактерии. Но я здесь не применяла, потому что слой очень тонкий. Дальше также я и замульчировала баклажаны, которые у меня растут в мягких контейнерах. Это, по-моему, 35-литровые. По два штуки я высаживала. Смотрите, как хорошо выглядит рассада баклажан. Я высадила таких четыре мешка. Вот, хорошо. Уже дают пасынки. Здесь на этой грядке тоже перцы. Высаживала в шахматном порядке. Смотрите, уже как хорошо цветет. Также высадила пучком базилики. Это вот карамельный. Я пучками вот так высаживаю. Где-то между перцами он хорошо растет. Кинза наросла уже. Это уже вторая высадка лука-выборка на перо для зелени, для получения. Это вот тут уже первая высадка. Уже нужно убирать этот лук. Здесь посередине грядка с огурцами. По краю я высаживала, я вам показывала. Это рассадой сеяла в пложку. Семена салата и шпината. И потом уже высаживала сюда по краю. Смотрите, как он хорошо нарос. И так вот салат никогда не нарастет, если вы просто в рассыпную будете высевать. А вот когда рассадает, так на расстоянии. Смотрите, какие хорошие листы. Это сорт Мишутка. Красно-зеленый лист. Салат не горчит. Очень вкусный. И высадила огурцы. Уже не стала ждать. Чуть бледноватенький лист. Ну, потому что рассада такая нежненькая. Я высадила буквально дней пять назад. Но ничего, смотрите, прижился. Ну, я выращиваю их в рассадных пакетах. Поэтому корневая не тревожится. С комом земли сюда высаживают. Уже замульчирована. Здесь внизу конская подстилка. А здесь скошена подвяленная трава. На этой грядке я высадила восемь кустов. И решила, что мне этого будет достаточно. То есть, в прошлое года насеялся салат, сам вырос. Смотрите, какая шикарная зелень. Листья салата я имею в виду. Через рассаду. Значит, после высадки перцев я уже их пролила зеленым удобрением. Это когда крапива вместе с конским навозом настаивается в течение 5-7 дней. В зависимости, как приготовится. И проливается вот это зеленым удобрением. Я уже распролила всю рассаду. И также я пролила через дней пять. Это гуматом калия. Я разделяю эти две подкормки. То есть, сначала азотистая подкормка, потом калийная. Вот этим зеленым удобрением я проливаю до тех пор, всю рассаду, пока растение не начинает массово завязывать плоды. Когда это уже происходит, зеленое удобрение я убираю полностью из подкормок. А оставляю только подкормку гуматом калия. Когда идет массовый налив плодов. Вот так выглядит моя тепличка. Закрыто агроволкно номер 17. Баклажаны я пока не выношу. Они здесь расти не будут. Сейчас потеплеет. Я думаю, что ближе к концу мая я уже баклажаны вынесу. Здесь также стоит 200-литровая бочка. Греется вода теплая. Пока на стадии маленькой рассады я поливаю теплой излейки. Потом уже буду все поливать из колодца напрямую холодной водой. Здесь остатки рассады. Все цветы, которые здесь у меня стояли, я их уже вынесла на веранду, на открытую. То есть цветы уже стоят на веранде. Вот так выглядит тепличка. На время отъезда я, конечно, попросила. И хотя бы раза два просто, чтобы пролили мне обычной водой. Уже приеду, подкормлю и зеленым удобрением, и гуматом калия. На время отъезда хотя бы пускай водичкой прольют, и то хорошо. Так, ну, в принципе, здесь в этой теплице все. Пойдемте, я сейчас вам еще покажу томатную теплицу. Так, эта теплица у меня тоже стеклянная. Я здесь выращиваю только высокорослые томаты. Также притянила агроволкном плотностью номер 17. Как видите, уже замульчировала соломой. Я люблю мульчировать томаты соломой. Мне нравится. Слой, видите, небольшой пока. Приеду, подцеплю еще соломой. Выглядит томатой тоже неплохо, я считаю, что нужно будет уже обогреватель убрать. Я его не включаю вообще. Прижились все практически. Я вам показывала, у меня один сожрал проволочник. Вот я его где-то здесь высадила. Нормально прижился. Все отлично. Здесь же в мягких контейнерах, это, по-моему, по 16 литров, высажен острый перец. Смотрите, уже набивает бутончики. Это карликовые сорта. Вот. Здесь тоже, смотрите, малыши-малыши. Все вообще маленькие, но уже все в бутончиках. Прямо такие микроскопические. Это острый перчик. Также замульчировала скошенной травой. Здесь в контейнерах также высажены... Это среднерослые сорта томатов. Контейнеры по 35 литров, высажены по одному растению. И тоже уже, смотрите, зацветает. То есть, когда я приеду, они будут вовсю цвести. Красота. Красота очень крепкая, коренастая. Дают пасынки. Нужно будет мне перед отъездом подубрать пасынки. Все уже на бутончиках. Вот они. Смотрите, какая красота. Вот. Замульчирована скошенной травой. Я также здесь уже проливала один раз это зеленым удобрением. И также пролила гуматом калия. На время моего отъезда попрошу томаты вот в эти 10 дней один раз пролить просто водой. Без подкормок, без ничего. Потом я уже приеду, все буду делать сама. Гуматом калия в этом году пользуюсь вот таким. Хочу вам показать. Вот он в 5-литровой такой баклажке. Гумат калия. Здесь также и вот конский навоз жидкий тоже я им пользуюсь. В основном конским навозом, таким жидким, я подкармливаю огурцы. Очень удобно получается. И мне нравится. Так выглядит теплица. Сегодня жарковато. Градусов, наверное, 15 днем. Ночью еще прохладно. 8 градусов это максимум. Ну, бывает и 5. Томаты, как видите, я еще не подвязала. Буду это делать по приезду. Я никогда томаты сразу не подвязываю. Потому что высаживаю, ну, в принципе, довольно-таки рано. Бывают холода. И чтобы была возможность что-то накрыть, что-то, если что, подсадить, чтобы было это все удобно, я не подвязываю. Так что приеду и уже все-все подвяжу. Здесь также у меня 200-литровая бочка, где греется вода. Поливаю только теплой водой маленькую рассаду. Уже позже буду прямо с колодца лить. Ну, в принципе, вот это и вся теплица томатная. Хочу вам показать еще. Папусту сегодня высадила. Смотрите, помните, еще у меня здесь были в этих горшках начеренкованная гортензия с прошлого года. И почему-то почки не проснулись. Мне написали, что навряд ли что-то выйдет из этого толку. Ну, действительно, я там посмотрела, нет живых почек. Поэтому я отсюда ее убрала и высадила черенки лаванды. Вот, смотрите, какая она хорошенькая уже. Это гортензия, которая осталась. Если это вышло из зимы, то она вышла. А там уже не вариант. Здесь выходит еще почка из земли, посмотрим. Вот, так, бархатцы высадила, смотрите. Здесь у меня такая комба. Вот, и сюда я высадила бархатцы. Здесь у меня куст с имконикой купчихой. И вот, наверное, ее даже и плохо видно. Это вся рассада капуста. Здесь капуста цветная и капуста брокколи. Вот эта рассада, это капуста первого посева брокколи. Крупненькая такая, хорошая. Я решила перед отездом высадить, потому что уже ждать некогда. И через 10 дней она просто у меня погибнет, и все. Это посев уже второй оборот. Видите, маленькая такая. Тоже все высадилось, цветная. И попрошу замульчировать мне также скошенной травой, чтобы трава поменьше росла. И вот она у меня здесь вся-вся высажена. К сожалению, капусту, которую я высаживала позднеспелую, для засолки, для клашения, ни одно семя не взошло. Пересевать я не стала. Поэтому у меня в этом году будет без капусты. И знаете, что еще высадила я, конечно, это лук-оксибишин. Вот моя рассада. Вот так она выглядит. Плохо сейчас видно, потому что травой засыпано все. Я думала, что у меня рассада очень мало оказалось, даже очень много. Две грядки, две, получается, строчки по 6 метров. Отлично. Смотрите, какая рассадка. Высадила плотненько, высаживала. Смотрите, здесь, наверное, сантиметров 12 расстояния. Вообще, я минимум 15-20 высаживаю. Решила сделать два рядка, и этого будет достаточно. Здесь же высажен у меня лук-сивок, и еще у меня грядка 6-метровая под репчатым обычным луком. Ну, лук из сивка будет у меня. Тоже пускай растет, а то у меня не будет. И особо я просто боюсь, что она у меня... За ней не будет никто ухаживать за рассадой и погибнет просто. Вот так вот я сделала, замульчировала. Трава растет со скоростью света. Сегодня будем выкашивать участок. Столько одуванчиков в этом году, как никогда. А еще я хочу похвастаться вот такой сосной. Это сосна Веймутова, радиата. Смотрите, какие милые у нее уже шишки. Просто прелесть. У меня уже подготавливается арка, чтобы высадить вот этих красавиц-листенец-плакучих. Это уже будет по приезду. И уже место готово для вот этой красавицы сосны. Просто чудо какое-то. Так, ну вот. В принципе, у меня на сегодня все. Не теряйте меня. Не будет 10 дней. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.